Вопрос к барменам. Какую самую нелепую ситуацию вы видели между бухими, флиртующими людьми? В молодости я работал барменом. Однажды вечером в клубе был полный мужчина средних лет, и он охотился за путанами. Он был достаточно мил в начале вечера, но когда он напился, то стал воинственным и начал бросать оскорбления в адрес персонала, который не обслуживал его достаточно быстро, крича «Разве вы не знаете, кто я?» Я понятия не имел, кто он такой. Около двух часов ночи он сидел в баре и вовсю флиртовал с девушкой вдвое моложе него, швырялся деньгами и покупал ей дорогие напитки. Она была полностью на нем, руки в штанах и так далее, облизывая его ухо и позволяя ему пощупать себя. Затем он попросил кучу шотов, чтобы я выставил их перед его потным гигантским лицом. Затем он сказал «Давай подожги их, приятель». Я отказался, потому что, знаете ли, это опасно. Он злился все больше и больше, пока я не подумал, что сейчас ему сорвет крышу, поэтому я сказал «Слушай, я собираюсь повернуться спиной, и если ты зажжешь их, а я этого не увижу, тогда все в порядке». Он ухмыльнулся и вытащил зажигалку из заднего кармана, а я отвернулся. К счастью для меня, у нас были зеркала в задней части бара, так что я видел все. Он зажег первую рюмку, поцеловал свою развратную трофейную даму в щеку и сказал «За тебя». И опрокинул рюмку вместе с пламенем. Конечно, именно это и должно было произойти. Он вылил пылающий шот себе на лицо и пышную грудь пьяной дамы, стоящей рядом с ним. Вумп! Все происходило, как в замедленной съемке. Голубое пламя лизало его лицо, волосы и грудь девушки. У помощника официанта, стоявшего рядом со мной, было ведро воды. Я надеялся, что он только что помыл туалеты, но, увы, нет. И он опрокинул его на них обоих. Пламя погасло, и на несколько секунд воцарилась тишина. Потом он посмотрел на свою рубашку и закричал «Ты испортил мне лучшую рубашку! Ты скотина!» И бросился через стойку на помощника официанта. Завязалась потасовка, во время которой я заметил, что его лицо распухло и вообще пульсирует, как слегка протухший помидор. Вышибалы вывели его, и мы отвели девушку в заднюю комнату, чтобы она приложила лед к груди. Какое-то время он скрывался снаружи, очевидно, поджидая свою новую возлюбленную. Мы советовали ему обратиться в больницу, но он показал нам средний палец и велел не лезть не в свое дело. Ну ладно. Я работал барменом, и у меня была пара завсегдатаев. Одна женщина заказывала коктейль «Маслянистый сосок» чаще, чем кто-либо в баре. Когда-либо. После своего восьмого коктейля она подозвала меня и спросила заплетающимся языком, «Эй, а знаешь, почему я всегда пью маслянистые соски?» А потом долго показывала мне свои сиськи, сидя прямо рядом со своим парнем. Он не был в особом восторге от этого, но это не испортило их вечер. Так что это было круто. Изменено, соски были довольно большие. Они также были проколоты. Однажды вечером пришли две хищницы, вроде бы лет по 50. Худые, блондинки, одеты они были консервативно, но все равно довольно сексуально. Они могли быть сестрами или как минимум лучшими подругами. Они выглядели практически одинаково, только в разной одежде. Они еще шутили на входе, я работал вышибалой, что было бы здорово заполучить какой-нибудь 20-летний шланг. В общем, перенесемся примерно на час позже, когда одна моя сотрудница сообщила мне, что в женском туалете два парня. Она выпроваживает из туалета женщин, и я иду, чтобы выгнать парней. Стучу в одну из кабинок, но ответа нет. Я говорю, «Эй, приятель, тебе нельзя здесь находиться, ты должен выйти сейчас же». Он бормочет что-то вроде «Эээ, да, минутку». Поэтому я даю ему около 30 секунд или около того, полагая, что он заканчивает свои дела. И вдруг я слышу громкий чавкающий звук. Подожди секунду, я узнаю этот звук. Я заглядываю под дверь кабинки и вижу две пары ног. Ноги этого парня, обращенные в сторону унитаза, и пара женских ног, обращенных ко мне. Теперь я точно знаю, что там происходит, и дергаю дверь. Я вижу пару ягодиц, поддерживаемых двумя несколько постаревшими женскими руками. Я оглядываю парня и вижу копну светлых волос на уровне его паха. Увидев это, я кричу им, чтобы они заканчивали, и рывком открываю вторую дверь кабинки. Похожее зрелище. Я подхожу к своему коллеге-вышибале, ожидающему в дверях туалета, рассказываю, что есть две женщины и два парня, которых нужно выпроводить. Два 20-летних парня были в ужасе. Их никогда раньше не выгоняли, они думали, что их арестуют. Взгляд полный чистой паники. Что было с хищницами? Умирали со смеху. Улыбались от уха до уха, они достигли своей цели. Я работал барменом в барах, а также на свадьбах и других мероприятиях. У меня куча таких историй. Пьяная невеста бежит от жениха целоваться с другим гостем. Молодой парень в хлам, едва исполнилось 18, вырубился на столе, его ласкает старая незнакомая дама. Он просыпается, они целуются, он снимает штаны и выводит ее на танцпол. Теперь я перестану писать пьяный, потому что все в этих историях были далеко не просто пьяны. Девушка публично бросает бойфренда и уходит с другим парнем. Бойфренд заканчивает тем, что пьет шот за шотом и, наконец, уходит с незнакомым чуваком, обменявшись с ним большим количеством слюны. Старик, пытающийся вести себя молодо, заканчивает тем, что вынимает свой шланг на танцполе и кричит молодой девушке, чтобы она трясла свои задницы. Девушка теребонькает парню под стойкой бара и кладет его семя в рюмку с золотым шнапсом, тот, что с золотыми хлопьями. Затем падает со стола и выливает на себя шнапс с содержимым. Очень женственная пара мужчин нетрадиционной ориентации начинает флиртовать и пить виски, как это делают обычные люди. А через 2-3 часа они дерутся между бильярдными столами, как будто они оба бойцы ММА. На съезде аниме в Чикаго девушка, изображающая какого-то персонажа, решила сделать перерыв. Толстый, неряшливый парень подходит и садится рядом с ней. Он спрашивает ее, есть ли у нее какие-нибудь ЗППП. Она говорит нет, и они оба встают и уходят вместе. Они 100% знали друг друга до этой встречи. Моя бывшая и я обычно играли в подобную игру, притворяясь, что один снимет другого при помощи худшего пикапа. Тот, кто делает подход, придумывает наихудшую линию пикапа, а другой просто соглашается. Выражение лиц людей бесценно. Больше всего мне понравилось, когда я сел рядом со своей девушкой и сказал, это хорошая рубашка, но она будет лучше смотреться на полу моей спальни. Она сказала, думаешь, давай узнаем, и мы вышли. Половина бара просто смотрела разинув рот. Я видел, как парень подошел к девушке, и она дала ему пощечину. Он тут же повторил то же самое с ее подругой и получил еще одну пощечину. Он шел по очереди от девушки к девушке, они поворачивались, давали ему пощечины или плескали ему в лицо выпивку. Никаких пауз от одной девушки к другой. После дюжины его вышвырнули. Я так и не узнал, о чем он их спрашивал, и поэтому могу только оценить его упорство. Выпивкой на самом деле почти никогда не швыряются в баре, но в этого парня плеснули минимум один раз. Однажды я был барменом в клубе, в основном там была высокомерная богатая молодежь. В конце бара сидела парочка, оба молодые, 21 год. Я не думаю, что они были парой, когда пришли в бар. Они пришли отдельно и провели первый час или около того в неловкой светской беседе. Затем вдруг они начали просто засасывать друг другу лица, причем так, как будто они никогда не целовались до этого раньше. Обе их задницы все еще находились на табуретках, и они наклонялись очень-очень далеко, чтобы добраться друг до друга. Но это было странно смотреть. Это было все же лучше, чем когда они решили поцеловаться на стойке бара, что, конечно, было недолгим, потому что... Нет, пожалуйста, остановитесь. Я думал, что на этом все закончится, но после почти еще одного часа поцелуев и, конечно же, еще нескольких рюмок текилы, девушка беспорядочно начинает всхлипывать. Я думал, они ссорятся, но тут парень берет ее лицо в ладони и начинает биться лбом об ее лоб, как будто это могло ее утешить. А потом она начинает всхлипывать. Я не видел, чем это закончилось, но они ушли почти самые последние. Долбаная текила. Я бармен в очень богатой части Брисбана, и у меня был посетитель, который подошел к цыпочке, вытащил из бумажника около 500 долларов, схватил ее за задницу и предложил ей наличные, чтобы она поразвлекалась с ним в туалете. Она влепила ему пощечину и швырнула в него бокал, который я только что ей передал. Он почему-то в шоке уходит, а примерно через час охрана вышвыривает их за употребление веществ и интим в туалете. Я был барменом-новичком в баре в хорошем районе. Одна пышная, но чрезвычайно сексуальная девушка, у которой была внешность в стиле пинап, татуировки, бледная кожа, красная помада и так далее, была увлечена разговором с одним толстым чуваком, который работал в местном магазине сотовых телефонов. Он чересчур жадничал, хотя пытался выглядеть большой шишкой. Он покупает сет из 6-7 шотов. Это не дешево. Счет за сет больше 70 долларов. Он оплачивает счет картой и оставляет на чай 1 доллар. Не круто. Перенесемся на 5 минут вперед. Персонал бара, который уже не был большим поклонником этого чувака, не в восторге от него. Но этот придурок все еще флиртует с горячей девушкой. В разговоре с ней всплывают чаевые, и она спрашивает меня, сколько он оставляет нам чаевых. Я сказал ей правду. В ее глазах вспыхивает почти чистая ненависть. Оказывается, она официантка. Она встает, платит за напитки, которые этот парень собирался купить для нее, указывает на красивого парня и говорит, я бы хотела угостить его выпивкой. Подходит, садится рядом с ним на глазах у парня, который только что к ней подкатывал, флиртует с ним целый час и уходит с ним. Выражение лица этого придурка было бесценно. Красивый парень вернулся в бар через несколько недель, и я спросил его, как все прошло. Он сказал, что она слетела с катушек в ту ночь, но мне было все равно. В ту ночь она была моим героем. Старый пьяный мужик не понял, что горячая молодая девушка, разговаривающая с ним, была девушкой по вызову. И она, не понимая, что он не подозревает о роде ее деятельности, думает, что он ей заинтересовался в профессиональном плане. Между тем, вся ситуация ясна как день для меня и других посетителей вокруг них. Но эти двое просто путаются в разговоре, совершенно не осознавая, что они оба неправильно понимают друг друга. Довольно грустно, но забавно. Раньше я работал в баре, когда учился в университете. Помню, как парень всю ночь обхаживал девушку, которая просто разводила его на дорогую выпивку, а потом просто встала, не сказала спасибо или что-то еще и исчезла в ночи. Он плакал и кричал, вернись, дай я тебя хоть пальцем там пощупаю. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok